Задача с параметром на досрочном экзамене, пожалуй, была самой легкой за последние несколько лет. Если у вас возникли с ней проблемы, то посмотрите графический метод решения задач с параметрами на канале, имеется соответствующий плейлист. Ну а условия сегодняшней задачки перед вами. Найдите все значения параметра A, при каждом из которых данная система неравенств имеет хотя бы одно решение на отрезке от 3 до 4. Попробуйте разобраться с графическим решением каждого неравенства системы самостоятельно, ну а затем посмотрите разбор. Он, кстати, уже начался. Вот она исходная системка. Давайте перейдем к равносильной. Заметьте, что в первом неравенстве x равен 0 не является решением, а значит на x можно было бы разделить. Этим нетрудным шагом, еще двумя более легкими, мы получаем неравенство для A. Также заметьте, что нас интересуют иксы только от 3 до 4 включительно. Да, это хорошо, только не совсем понятно, как же строить эти графики. На что будет влиять параметр A? Да ни на что он влиять не будет. Смотрите на координатную плоскость. Ашечка – функция, зависящая от x. То есть каждому x из области определения сопоставлено значение A. Все это сказано про случай равенства. Ну а с неравенством мы легко разберемся потом. Если x равен 1, то A равно 2. А если x равен 2, то A равно 1. Для точности можно взять еще несколько значений. И вот она, ветх гиперболы. Кстати, только одна. Нас интересуют иксы лишь от 3 до 4, поэтому не возитесь с отрицательными значениями. Лучше возьмите за вторую кривую. A равно корню из x минус 1. График всем известен, хотя от подстановки конкретных точек хуже еще никому не становилось. Кстати, наше второе неравенство было строгим. Давайте отметим это пунктиром, понимая то, что пограничные точки не являются решением неравенства. Нам осталось самое легкое – изобразить прямую, а также отметить те иксы, которые нас интересуют по условию задачи. Во, сейчас мы накалякали все, что нужно. Теперь нужно разобраться с областями решений наших неравенств. Нас интересует область выше гиперболы, ниже корня, северо-западней прямой, да еще такая, чтобы абсциссы были только лишь от 3 до 4 включительно. Последний факт можно записать в виде 2 нового неравенства. А вот перед нами область, которая решает нашу систему на отрезке от 3 до 4. Позвольте заметить, что хоть эта область и поменьше московской, в ней содержится бесконечное количество решений. Как по мне, это должно впечатлять. Если а равно 1, мы видим множество значений х, которые решают систему. То есть а равно 1 нам годится. Но не только оно, давайте проанализируем все эти значения а. Хотя бы одно решение системы на отрезке от 3 до 4 начнется с а равного 1 и 2 и продолжится вплоть, вплоть до чего она продолжится. Хм, неясно, давайте-ка это определим. Мы ищем точку пересечения графика корня из х-1 с прямой х равной 4. Решив формально систему, мы найдем нужное значение а. Впрочем, чего решать-то берем, четверку подставляем в первое уравнение а равно корню из 3. Значение а равной 1 и 2 можно было бы точно так же найти формально, но это еще легче, чем то, что я показал. Кстати, а равной 1 и 2 нам годится. Эта точка вполне себе закрашенная. В то время как корень из 3, нет, в ответ мы не будем включать, ведь случай равенства для оранжевого графика нас не устраивал. Итого, а принадлежит полуинтервалу от 1 и 2 до корня из 3. Тут уж и сказке конец, а кто слушал, молодец. Редактор субтитров А.Семкин